придется возмещать ущерб а вы как думали когда приезжают какие-то люди на каких-то железках разрушают дома и все такое прочее кто за это платить будет убивают людей вообще как как по вашему за эти несколько дней слова россия и русские для всего мира стала ругательным она стала токсичным и такой степени неприятия вообще всего русского и российского как вот сейчас в эти дни в мире не было никогда сейчас россия осталась в полной изоляции понимаете даже какой-нибудь путинско-кадыровский друг депардье и то от нее шарахается что случилось почему все это происходит война в украине как говорит весь мир или специальная операция как говорят в россии официальные власти и говорят о том многие что россия не побеждает в этой войне ну а что если это на самом деле какой-то коварный план путина план б план с и так далее на самом деле все идет по его плану вы вот не думали про это вот так взять позорно постыдно бессмысленно проиграть устраивать ежедневные истерики и выслушивать их нет я думаю что это такая не чекистская многоходовка ведь он жил последние десять-пятнадцать лет под гипнозом представления о том что он является обладателем невероятный по возможности а что он способен быть повелителем мира и что всякие там америки англии франции но существуют пока это им разрешает москва но его мощь его ракетной ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое то есть у него была абсолютно та же самая каша которая есть в головах у диктаторов потому что мы знаем что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами и мы знаем к чему эти иллюзии всегда приводили и как они бывали разбит был крым был днр лнр восемь лет назад все удалось очень быстро и как говорят многие красиво да как бы как путин хотел так и было почему сейчас идет не так как было ну на ваш на ваш взгляд задумано где россия где украина казалось бы россия богатая страна у которой 600 миллиардов резервов и украина которая не могла себе позволить очень многое но насчет того что все было очень красиво и я бы поспорил потому что вся история днр и лнр эта история грязная уголовная эта история уголовных банд из россии заслан для абсолютной по своей подлости такой террористической операции внутри другого государства и все участники этих банд были как мы знаем гражданами россии и не скрывали своих желаний оттяпать от украины кусок мы знаем что в днр и лнр к власти пришли не местные шахтеры не бухгалтера и не компьютерщики это все было заварено и организовано россии затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха градус ужаса градус террора и когда европа предлагала навести наконец порядок чтобы прекратились жертвы чтобы могли спокойно по ночам спать дети не думая что откуда-то прилетела какая-то мне почему никто не понимает откуда и какая кто ее запустил то россия всегда была против россия всегда была против того чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда 11 раз совет безопасности он предлагал ввести миротворцев 11 раз 11 раз ему в этом было отказано это нелогично это не в наших интересах это не нужно это несвоевременно это бессмысленно и так далее так далее никакого интереса никакого интереса к днр лнр многие годы россия вообще не испытывала потому что стоит поднять стенограммы заседаний например государственной думы за только за последние три вроде бы вроде бы беспокойных года знаете сколько раз на заседаниях в девятнадцатом двадцатом и в двадцать первом году упоминалось днр или лнр очень легко поднимает стенограммы сейчас все делает за вас компьютер в девятнадцатом году один раз в двадцатом году один раз в двадцать первом году по моему два раза это это не были обсуждения того что не необходимо навести порядок или спасти людей не этот были какие-то обсуждения бюджета выдачи паспортов гражданство то есть это не было беспокойством поэтому история днр и лнр совсем не такая красивая я скорее мелоду крым потому что после крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом к самому крыму и мир в принципе ничего не смог сделать против россии не было таких санкций которые бы россия не восприняла скажем так легко потому что сейчас россия тоже утверждает что она воспримет их легко но это совершенно другие потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной часть россии которая всегда делала ставку на запад которая понимала силу и важность западного просвещения западной материальной культуры которая понимала и знала важность взаимоотношений с европой миром соединенными штатами америки эти санкции по ним вот этому всему кошмарному быдлу которые никогда в жизни не ездила не интересовалась не волновалась для которого не существует не западные науки не которые слова коллайдер слышат первый раз в жизни и думают что это какой-нибудь там где-нибудь планета вот эти вот санкции их не волнует ведь когда европа принимает санкции она полагает что она делает жизнь народа хуже вот вот эти вот санкции которые уже адресованы непосредственно населению народов европа не понимает что есть тот уровень жизни хуже которого быть не может и никакие санкции не работают они как жили со своими очковыми сортирами они как строят полоскалки на реке для того чтобы там стирать и полоскать белье они как смотрят российское телевидение упиваясь про по его пропаганды так и смотрят для них ничего не поменялось эти санкции ударили не по ним и такая же а вот эти вот пост крымские санкции были вообще смешными и наиболее тяжкими из этих санкций были санкции которые правительство и президент россии обратили на свой народ лишив их там нормальных продуктов лишив части тех плодов цивилизации без которых жизни ну по крайней мере затруднительно поэтому запад вслепую вводит санкции плохо понимая что он делал есть у россии в принципе лоббистов хорошая россия которая против войны она вспоминает эти лоббисты вспоминают пушкина доставецкого толстого композиторов русских художников говорят что есть россия красивая скажите как в такой россии где родился там толстой условно говоря возможно в двадцать первом веке семь процентов населения но это официальным источникам которые поддерживают сейчас вот эту операцию войну путина против украинцев которые в принципе но не будем тоже юлить близко все-таки те люди и белорусы и русские украинцы как бы там ни было воспитывались они 70 лет в одном концлагере слушайте вот глубочайшее заблуждение по поводу толстых достоевских пушкиных вот вам кажется что есть какая-то русская культура которая противостоит этому всему великодержавному жлобству этой шизофрении захватов этой дегенерати подчинение всех и вся на самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого если вы вспомните столь любимого и почитаемого западом достоевского по достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ это в чистом виде идеолог русского православного фашизма который почитайте внимательно посмотрите ведь вся вот это вот билетристический романтическая шелуха достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста но вот суть конкретика непосредственно идея которая у него есть везде про то что россия это некий вечный сторож всего тупого древнего не цивилизованного всего обращенного в прошлое ненавидящего прогресс науку ведь это же все идеи достоевского обратите внимание на того же толстого когда тупая примитивная нерассуждающая сила является определяющие основной толстой который спокойно врет в четырех томах о том что происходило в восемьсот двенадцатом году он называет поражение в результате которого россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых поражение в бородинской битве начинает успевать как величайшую победу это ли не уродство не вывих мозга какая тут русская культура мы все эти события должны рассматривать как агрессию сша против русского мира эмоциональный взрыв и культурный взрыв и мы его действительно реально пережили я думаю все с вами то есть мы уже ощущаем некую новую культуру некую новую свою коллективную личность как говорят ученые идентичность которая действительно есть сегодня у русского народа в широком самом смысле русского народа который мы охватываем понятие русский мир и любые лишения которые будут внутри страны меньше потреблять продуктов меньше электричества я не знаю еще какие-то вещи которые мы все привыкли но если мы будем ощущать что кому-то извне хочется поменять нашего лидера и это не наша воля что это влияние на нашу волю мы будем просто едины как никогда но должен сказать что этого есть и обратное влияние как только перестанем ощущать это давление извне потихоньку и внутри все меняется